Всем привет! Показываю вам, какие у меня перестановки на диване. Теперь крыса так более сдвинуты вбок. Оставлено место для собаки. Собака снова постепенно привыкает, что можно вылезать на диван. Я хотела сказать, что я надеюсь, что в эту субботу будет стрим. В прошлую субботу мы так закрутились, что про стрим я просто вообще забыла. Я забыла, что суббота, поэтому извините, что я даже никого не предупредила, что его не будет. Мне как бы Костя напомнил, что суббота тоже уже в 9 вечера. Но было уже поздно. В общем, смотрите, я сейчас принесла кашку. Кашка вкусная, пшеничная. Крысам в этом возрасте я уже позволяю все, и я не вижу никаких негативных последствий абсолютно. Ну, типа от каши у меня никто еще не потолстел. Люсечка, выходи, солнышко. И где вы вашу потеряли? Он там живой? А, ну и вот у нас подключен здесь коврик. Там у меня сложно будет, сложно или даже невозможно будет это показать. Сейчас попытаюсь. Вот, вот такой вот коврик. Вот это наша дыра, которую Люся сделала. Сейчас я включу фонарик. Вот, что происходит под боксом. Люсин, проход непонятно куда. И вот термоковрик. И он на керамической плитке, потому что я сдвинула коробку. И, соответственно, дыра, прогрызенная Люсей, тоже сдвинута. Сверху здесь она закрыта вагонкой. В общем, и это все благополучно. И плитка, и вагонка. Нагреваются от термоковрика. И где-то я на час его включаю. На два. И потом выключаю. Потом опять, ну, я так хожу, периодически проверяю. Ну, то есть, если я ухожу из дома, я его выключаю, потому что, ну, это все равно пожароопасно. Представляете, если, не дай бог, он там коротнет. Между этим сооружением и диваном. Ну, как бы диван начнет тлеть. Ну, это будет, это будет жопа просто. Можно без квартиры так остаться. Поэтому термоковрик я отключаю каждый раз, как выхожу из дома. Так, давайте Васеньку разбудим. Васенька, давай, выходи, зайчик. Я знаю, ты там пригрелся, тебе там, тебе там кайфово, конечно. Конечно. Я все понимаю. Давай, давай, солнышко, выходи. Выходи, выходи. Тут кашу все едят без тебя. Давай, мой мальчик, давай. Между девками, да? Или прям по головам. А, вот так вот. Каша очень вкусная. Каша приготовленная на хребте красной рыбы. Очень дешево получается хребет красной рыбы. Мне его просто на сдачу дали. И мясо я с него, ну так, нормально обобрала себе на красные бутерброды. Ну, нам, не себе. В основном кости. А с хребта я сварила некий кашу. Получается такая достаточно жирная и ароматная рыбная каша. Плюс потом я еще туда положила куриных желудков. И у Ники вот такая вот каша, короче, с омега-3, с куриными желудками, пшеничная. Ну, крысочкам я пока без куриных желудков дала, потому что они как-то их не очень едят. А вот рыбу они очень любят, поэтому каша, это заходит просто на ура. Вы посмотрите на эти довольные морды. Довольные-довольные морды. Чавкающие. У меня какое-то такое чувство, знаете, такое чувство, что у нас в квартире время остановилось просто. Просто вот в день смерти корки время остановилось. Она мне снилась недавно. Булка, что ты творишь? Булка хочет жир слезать. Рыбий. Каша ей не нужна, а вот рыбий жир ей нужен. У булочки вес очень стабильный. Вася потерял грамм 20 со смерти корочки. Люся, по-моему, тоже грамм 20 это потеряла. Но я их не взвешивала уже две недели. Так с виду они не изменились больше. Там он у нас старый дедушкин шарфик шерстяной. Я не знаю, сколько ему лет, конечно. Но очень много. Судя по всему, ему лет 30. Вполне возможно, может быть, даже и больше. В общем, бабушка была у бабушки. Я говорю, бабушка, есть у тебя какие-то тряпки стелить крысам? Потому что у меня уже ветошь закончился. А покупать 10 килограмм уже нет смысла. Потому что 10 килограмм там хватает на год. Но год крысы вряд ли протянут. Поэтому говорю, дай пока что есть. Бабушка так старых вещей понадавала. Так что сегодня мы... Вот так вот. Ничего себе, Вася. Мамку утурнул. Всё, блин. Это не крысы, это свиньи какие-то. Что вам ещё рассказать? Меня Вася сбил. В общем, была я на поле, навещала могилки, корочки, гули и маврика. Хорошо, что Костя закопал их очень глубоко. Я уже говорила, что могила, наверное, полметра в глубину. Такая где-то на 20 и полметра в глубину. Я не знаю, как он умудрился, конечно, но он там долго копал сухую землю. И сверху мы положили камни. Мы ещё спустились вниз на реку. Взяли камни такие побольше, выбрали сверху, наложили этих камней. В общем, я пришла, камни раскиданы по сторонам, и могилу пытался кто-то выкопать. Но, судя по всему, это могла быть леса. Потому что я лазила по полю. Может быть, тоже как-то надо будет полазить, поснимать вам эти норы. Есть норы зайцев, есть норы лис. Я их уже различаю, и видно, где какие следы. В общем, я думаю, что лиса пыталась просто покопать мягкую землю. Может быть, даже просто в целях... Может быть, даже её заяц копал в целях того, чтобы вырыть нору. Но кинула это всё на полдела. Поэтому камни я сложила вниз. Сверху, наоборот, закопала землёй, чтобы теперь уже точно не раскопали. Но я думаю, что там никто не раскопает. Остальных когда-то я тоже похороню там. Хотя не хочется сейчас об этом поговорить вообще. Так, вот здесь вот тоже тепло. Ну, мало того, что здесь шерстяной шарф. Вот здесь вот досюда тепло. Там уже прохлада. То есть крысы, если хотят, они могут регулировать свою температуру. Но ночь проходила так, что... На ночь, конечно, я им выключала это всё. Где-то в 12 ночи я им выключила коврик. Они зашли в дом. Ну, они там уже спали. И они... Все вот эти вот туалетные бумаги... Они закрыли вход в домик ими. И все спали там. В квартире вчера ещё было 20,5 градусов. Сегодня уже 19,5. Потому что была очень холодная ночь. Там что-то 5 градусов было ночью. Днём сегодня десяточка. Так что пришла осень. Мы очень рады. Ну, ладно, я скажу за себя. Я очень рада тому, что наконец-то пришла осень. Я так устала от этого лета. Я впервые в жизни рада тому, что лето закончилось и пришла осень. Представляете? Впервые в жизни. Я прям рада, что уже похолодало. И мне так нравится теперь кутаться в одеялко. Это вот так приятно. Это лето было очень долгим. В общем, надеюсь, что увидимся с вами в субботу. На стриме. В домик, да, сейчас пойдёт? В домик, в домик. Вот так вот. Ну, и там кто-то где-то писал комментарий. Я, кстати, его потеряла и так и не ответила. Почему у них не работают задние лапы? Это нормально. Старости лапы перестают работать. Тем более, крысы вообще столько не живут. А вот самая старая булочка, на удивление, бегает. Ну, это просто как повезёт. Это просто генетика. Уютно у нас там. А теперь ещё представьте, что там ещё и тёплые полы в домике. Ну, кайф же. Всё, всем пока-пока.